Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Итак, мы начинаем с вами видео за тест новинок от 12 каталога Фоберлик. Итак, поехали! Начинать утро мы с вами будем с чаги. Спасибо, кстати, что вчера мне написали, что в кофе лучше в чай не добавлять. Да, я тоже вчера посидела, почитала в интернете. Вы знаете, я искала, можно ребенку или нет. В принципе, можно, если осторожно, и по чуть-чуть. А так, с 18 лет. Но не потому что нельзя, а потому что не изучено. Так же, как и беременные, кормящие. Так, артикул на всякий случай. Сейчас я вам продублирую. Где он, господи? Ну и где? А вот он, 157,49. И при запросе, можно ли детям или нет, сразу мне о наболевшем. То, что чага помогает против ковида и так далее. В общем, все это ерунда, мне кажется. Но, помимо иммуностимулирующих свойств, еще работа ЖКТ улучшается. Нам нужно с вами 100 мл воды. Натощак буду это делать. За 30 минуты еды получается. Так, и 10 капель. Сейчас я, в принципе, замерю, сколько в пипетке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А ну, где-то получается 1 треть пипетки. Чтобы каждый раз не считать, так удобнее, да? Так, возьмем, наверное, с вами ложечки. Сейчас размешаем. И будем пить. Я не чувствую практически никакого вкуса. Вообще никакого. Какой-то далекий отголосок. Но, если вот не смотреть, такое ощущение, что просто вот пьешь. Все, будем оздоровляться. Обязательно пропью курсом. Расскажу вам что да как. Тут, конечно, сложно рассказать и дать отзыв, да? Поднимет иммунитет, не поднимет, улучшит работу, же кота не улучшит. Как бы, это тяжело, конечно, по таким продуктам отзывы давать. Но я буду пить курсом, потому что вчера залезла в интернет, как почитала полезные свойства. Обалдела, думаю, такое нам надо, пригодится. Так, поехали дальше. Я вчера помыла вечером голову вот этими новинками Арису. Помыла вчера, специально не стала вам снимать и рассказывать. Почему? Потому что, как правильно говорит моя любимая Аленка Ризван, шампунь, бальзам, маску хорошо проверять, когда не сушишь волосы феном. То есть, если без сушки феном они выглядят нормально и чувствуют себя нормально, значит, хорошие. Потому что с феном, в принципе, любое средство нормально разгладит волосы, практически любое. Особенно, если это фен-щетка. И я вчера вечером помыла голову и решила прямо, и легла даже с чуть влажными волосами спать. С учетом того, что у нас дикая жара была ночью, сегодня только прохладание, но все равно духота нереальная. Потому что весь день вчера шел дождь, повышенная влажность. И с учетом всех этих факторов, я ночью просыпалась даже с мокрой головой, с мокрыми волосами. Вот так выглядят волосы, без сушки феном. Если бы я их посушила феном, они бы выглядели, девчонки, вообще великолепно. Просто великолепно. Они мягкие. Они действительно мягкие. Шампунь, артикул, так у нас 79,26, бальзам 79,27. Шампунь волосы не запутывает, вообще не запутывает. То есть, когда вы моете одним шампунем для нормальных волос, ни поженных, ни убитых, ни пористых, достаточно даже одного шампуня без бальзама. Классно. Без эффекта утяжеления. Они чистые. Видите? Они чистые, все. Вот вчера вечером я помыла, сейчас утро. Пятерку ставлю, не просто. Аромат сильный остается на волосах. Вот даже сегодня утром я чувствую, так прям, он ярко выражен. Не запутывает, промывает хорошо, как бы все, все отлично. Дальше. Укрепляющий бальзам, он вообще их разглаживает сразу, моментально. Это так здорово, девчонки. И причем вот это вот разглаживание, оно такое не силиконовое. Потому что когда много силиконов средств, я очень люблю тоже, но это чувствуешь. А здесь как-то вот по-другому. И хотелось даже этот бальзам подержать подольше, как маску, но уже пора было спать, ложиться. В следующий раз я так сделаю. Потому что наносишь небольшое количество, и моментально каждый волосок становится гладким. Вообще очень круто. Мне безумно понравилась вот эта вот линеечка. Моим волосам тоже. Они мягкие, они не потеряли объема. Да? Без утяжеления. Они прям вот мягенькие. Не такие гладкие, как от силиконов. Они какие-то, у них знаете, такая здоровая мягкость, как будто вот они переродились. Кто понимает, о чем я говорю, кто пробовал вообще серию Арису, вам понравится однозначно этот уход. У кого волосы убитые, поврежденные, попробуйте. Они очень мягенькие такие, девчонки, живые какие-то. Живые, но как будто без силиконов живые. Классно. Мне очень понравилось. Так, а сейчас мы с вами будем делать макияж новиночками. Масло тогда в следующем видео попробуем, потому что масло вчера уже делать было некогда. Я умылась, очистила лицо, беру зеркало в кушоне ICU. Можно им замазать пигментные пятна, но я не хочу, потому что мы сейчас, может, с дочерью до солярия добежим. Так, с чего мы будем начинать? С тенюшек, которые я не взяла. Так, все, тени принесла. Я просто сейчас подвожу нижние века. Духота красится невозможно. Вот этой вот палеткой, вот этим вот оттенком с дырочкой, которая уже... Нам не видно, наверное. Поближе сяду. Будем с вами-то уж пробовать фесткласс коричневый. Ребенку, кстати, чагу сейчас тоже навела. Три капельки на 100 мл. Посмотрю. Мы из живицы начали курс пить тоже перед школой. Живицу-живицу. Кто как называет. Так, все, подвели нижнее веко. Давайте теперь хайлайтер. Хайлайтер Гоу Глоу. Вот так он выглядит. Сводчила вам в предыдущем видео. Кто не видел, посмотрите. Артикул 6434 взяла кисть вот такую из новой коллекции. Они мне не очень нравятся, но будем использовать. Хайлайтер нанесем с вами под бровку. Вчера был один комментарий по поводу того, что забивается в поры и подчеркивает морщинки. Я не знаю. Ну, туда, где я наношу хайлайтер, морщин в принципе не бывает. Он сильно пигментированный. Прям сильно. Его надо совсем чуть-чуть. Ой, красота. Я не знаю. Даже вот здесь. Вот здесь морщин-то не бывает. Куда мы хайлайтер наносим. Совсем под глаз-то его не наносят. Хотя, конечно, все по-разному. Вот прям вот пальцем хочется туша дуть, потому что он сильно пигментированный. Каплёшечку. На свои пигментные пятна. Так. Видите сияние? В уголок глаза, конечно, такой кистью огромный. Здоровый блеск такой глазам. Как будто ты выиспалась только после отпуска. Смотрите, как здорово. Классно вообще. Над губкой. Туша нём, чтобы сильно не бросалась. Всё. Пылит, когда кистью набираешь. Ну, классный всё равно. Мне понравился очень. И оттенок понравился. Это что он такой вот. Очень пигментированный. Здорово. Вот, смотрите, уже другое дело. Так, теперь у нас с вами тушь. First class, которую вы мне очень нахваливали. Не люблю такую кисточку. Но сейчас попробуем. В оттенке коричневого. 53-72 артикул. Начинаем. Ну, оттенок такой же, ну, коричневый, как... Господи, наша с вами любимая тушь. Мисс Кёрл коричневая. Слушайте, ну, неплохая тушь-то. Правда. Вот глаз чуть-чуть накрасила, а этот не накрашенный, да? Видите? Неплохая. Удлиняет, удлиняет. Надеюсь, что будет наслаиваться нормально. А так пока... Все прям отличненько. Ну-ка, нижний. Ой, здорово. Удлиняет. Прям здорово, слушайте. Мне нравится. Сейчас второй глазик накрашу. Оба глазика, один слой. Кто любит естественные реснички, это ваши песни. Я имею в виду и тушь, и оттенок коричневый. Смотрите, как здорово, естественно, да? Вообще отличненько. Сейчас будем пробовать наслаивать. Потому что один я не люблю. Я люблю два слоя хотя бы. Пока ресницы подвижные. Посмотрим, как будут застывать. И наслаивается, вы знаете, хорошо. Прям вот хорошо, без комочков. Так, у меня куда-то тут одна ресница ушла. Без комочков. Практически, без склеивания. Я бы сказала. И очень достойно. Смотрите. Да, девчонки? Прям да. Отпечатывается она, конечно, пока еще влажненькая. Сейчас посмотрим, как застынет. Так, вот два слоя. Глазик уже прям распахнут и хорошо удлиняет. Не зря вы ее хвалили. Так, сейчас второй глаз. Ну, круто. Жарко, но круто. Вот реснички. Мне хочется еще один слой прям потом положить, когда они застынут. Прям эффект по максимуму. Я вам покажу тогда. А теперь помадка в оттенке 409-95 новая, которая у нас бархатный нют или как, девчонки? Красивый оттенок. Завершаем образ с вами этой помадкой. Красота. И в пир, и в мир. Все. Посмотрим, сколько помада проносится. Я сегодня поношу и помаду, и тушь. И завтра уже, скорее всего, как раз, когда выйдет видео, это напишу посты в Инстаграм про два этих продукта однозначно. Как носится, как что. И тушь уже два дня поношу. И будет уже какое-то сложиться мнение хотя бы, как она сейчас будет отпечатываться. Нет, и сейчас пройдет хотя бы минуточек десять. Я еще наложу один слой и покажу вам. Слушайте, девчонки, ну круто. Вот третий слой наложила, да? Я бы ее прям сравнила с Vivienne Sabo. Вообще крутая тушь. Потрясающая. Пока мне даже она больше, чем Miss Curl нравится. Посмотрите, какие длинные реснички. Длинные ровные, никаких комков, вообще ничего. Видите, все отлично. Вообще, ресницы хлопают, взлетают. Действительно, фест-класс. Потрясающая. Не зря вы ее хвалили. Рада, что приобрела. Супер, вообще огонь. По помадке мы с вами уже разговаривали. Она слегка отпечатывается. А потом все больше не отпечатывается. И очень комфортно. Губки не сушит. Финиш действительно матовый. Он такой, вы знаете, бархатный. Хайлайтер. Все сами видите. Здоровое, красивое сияние. Я очень довольна этим заказом. Новинки у Фаберлик классные. Молодцы. Вот действительно достойные новинки. Поэтому все супер. На этом видео буду заканчивать. Кто Фаберлик не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.